По поручению председателя ЗСК Владимира Бикетова, слово перед городской общественностью сегодня держал Виктор Тепляков. Депутат ЗСК от города Сочи в своем отчете отметил, что реформы за последние пять лет произошли во всех отраслях. Благодаря работе Краевого парламента решены сотни социально значимых вопросов. На Кубани создана эффективная правовая система. В регионе работают 26 государственных программ по модернизации самых разных сфер деятельности. Шесть законодательных инициатив сейчас рассматривает Госдума. Отметил Тепляков и то, что за последние годы как в Крае, так и в Сочи трудоустроены тысячи граждан. В помощь жителям Краснодарского края работают все депутатские ресурсы, подчеркивает народный избранник. Что же касается непосредственно Олимпийской столицы, то здесь депутаты ЗСК от Сочинского округа, помимо наказов жителей, лавируют вопросы туризма, малого и среднего бизнеса, АПК. К примеру, впервые по инициативе депутатов ЗСК был принят закон о развитии чаеводства на территории Краснодарского края. Самая главная тема любого депутата – это помощь жителям, это во главе угла. Боремся с тарифами ЖКХ, конечно же, смотрим за благоустройством улиц, конечно же, увеличение пляжей, конечно же, сокращение стоимости трансфера, чтобы и в самом городе горожане, и туристы, которые сюда приезжали, не тратили много денег на все эти позиции. Любой депутат ЗСК по поручению Владимира Андреевича Бекетова обязан всеми силами помогать главе того или иного муниципального образования, либо района. Это важно, потому что мы должны быть одной командой. Вместе с общественностью отчета о результатах деятельности фракции партии «Единая Россия» в ЗСК слушали депутаты городского собрания Сочи. Они, в свою очередь, отметили, что без помощи краевых коллег в решении некоторых вопросов просто не обойтись. В связи с тем, что наш город растет, развивается, это идет разговор о программе, которая по строительству школ и детских садов, по поводу ремонта дорог, по продолжению строительства очистных сооружений. Вот эти вопросы, которые требуют дополнительных средств у нас городской бюджет. Мы сейчас накануне выбора законодательного собрания края, поэтому вот в этот период мы не только говорим о том, что сделано, но и будем своеобразную программу действий, наказов для наших будущих депутатов в законодательном собрании на следующий период. В следующем созыве, подчеркивает депутат ЗСК, краевой парламент продолжит начатый курс, а именно формирование народной программы и народного бюджета.